Дорога на Чапаево опять перекрыта. На проезжей части глубокая яма. Работы ведутся на теплотрассе. Между тем, последний ремонт трубопровода был совсем недавно, в 2015 году. Тогда старые коммуникации заменили на новые, а теперь, через полгода, трубы снова раскопали. Почему? Местные жители не знают. Предположение только одно. Я думаю, что это некачественная работа. Плохое отношение к работе. Не знаю, кого, наверное, работников, рабочих, а потом, наверное, руководителей, которые должны это, наверное, на приемке подписывать, смотреть, как это все было сделано. Опять, вот видите, вырвали, опять какие трубы открывают, опять их, наверное, будут заматывать. Наверное, люди сейчас сидят без воды некоторые ведь. В прошлом году к ремонту теплотрассы у местных жителей тоже были большие претензии. После замены трубопровода дорогу на Чапаево делали в спешке, укладывали асфальты в дождь и в морозы. В результате, через несколько недель после ремонта на покрытии снова были ямы, говорят жители. Но хотя бы дорога была, а тут опять придется объезжать через дворы. Да, больше года. Прошлый год делали, все делали, сейчас опять же скопали. И мало того, тут воды полно. Я живу в 18-м доме, в 14-м. Мы даже магазин пройти не можем. Сплошь море воды. Рабочие успокаивают. Ремонт продлится недолго. В самой теплосети никаких проблем нет. Неполадка в системе дистанционного контроля. Она призвана отслеживать уровень увлажнения и изоляции. То есть показывать, есть ли на трубах дефекты. И вот она-то и дала сбой. В чем проблема, рабочие уже поняли. Но вот в сроках ремонта дороги путаются. Не звонится административный контроль. Завтра уже установят асфальт. А когда это все разрыли? Сегодня. И за день хотят не только починить здесь, но еще и вернуть все обратно и закатать асфальт? У нас разрешение на земляную работу до 1 мая. Второй слой асфальт мы должны положить. До 1 мая? Да. Позже коммунальщики пояснили. Уже сегодня дорогу должны покрыть щебнем и в ближайшие дни заняться асфальтом. Но вот почему работу нужно было выполнять через полгода после того, как проложили трубы? А в ответ... Это вопрос не к качеству сетей, да, еще раз, для понимания. Это вопрос к системе контроля дистанционного. То есть вот на нем обнаружились неисправности. Их подрядчик по гарантии выполняет. Когда сеть была смонтирована в ноябре, этих неисправностей мы не видели. И когда принимали работу у них, все было нормально. Подобные работы, кстати, затронут не только этот участок. На следующей неделе начнутся новые раскопки в районе улицы Василисина. Для устранения неполадок снова придется ненадолго перекрыть дорогу.